Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем ничего нового. Я поймала телефон и хотела его эпично подкинуть. Сегодня я решила проверить, как нас учат делать макияж в играх для девочек. Я уверена, вы возможно играли сами или неоднократно видели игры такого плана, и в этих играх вы, как правило, приходите типа в салон красоты и начинаете обслуживать вашего виртуального клиента и делать ему прикольный или не очень макияж. Я перерыла целую кучу всевозможных игр и остановилась на игре Monster High, где нам предлагают сделать макияж некоторым персонажам. Если у вас есть баблишка, то многим персонажам, а так по факту мы ограничены только двумя. Франкенштейном и Лагуной. Забыла, как зовут девочку Франкенштейн. Мне стало интересно снять это видео, потому что такие макияжи, как правило, супер-мега-сложные. И мне стало интересно, а как, блин, эти макияжи бы выглядели в реальной жизни? Потому что, не знаю, как вы, когда была маленькая девочка, играла в такие игры, мне всегда хотелось повторить макияж, но у меня тогда не было нужной косметики и нужного скилла. А вот если бы у меня была косметика, какой бы макияж у меня был на лице? Проверим. Выходим в нашу замечательную игру. Как видите, у меня их там несколько. Первое, что мы видим, видео, мы его скипаем. А еще там будет очень много рекламы, я уже вскрылась с этой рекламы. И вот наша бабенка. Здравствуй, дорогая Лагуна Блю. Для начала сделаю тебя более похожее на меня, то есть сделаю тебе волосы, как у меня. Заходите, пожалуйста, присаживайтесь, мы вам покрасим волосы. Наш салон красоты, он просто прекрасен, и мы умеем делать это, как никто другой. Вам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Нет, я не собираюсь открывать игровой канал, если что. Так, окей, отлично, теперь мы сделаем тебе белые пряди. Ой, эти розовые пряди, типа как у меня. Давай-давай-давай. Нет, ну, конечно же, мы не можем настроить кисть, потому что зачем настраивать кисть? Если можно кисть не настраивать, сяду вот так вот, как будто настоящий летсплеер, попытаюсь закрасить, и снова терплю неудачу. О, нет, этот человек терпит неудачу, но он же всего лишь хотел сделать розовые пряди, но нет, ему нельзя делать розовые пряди. А, да, хорошо, так-так-так-так-так. И снова мы обосрались, и как в это играть, я не знаю, вы знаете, потому что я нет. Ну, так, делаем попытку номер два, раз-два-три, раз-два-три, и снова никаких тебе розовых прядей, пошла нах. Отлично, спасибо, я снова их буду делать, снова закрашиваем белым. Ура, вау, это вообще возможно, зачем? Почему, почему нельзя просто сделать вот покраску, например, по пряди? А если использую это, и снова фиаско, и снова мы красим белым, но так хотя бы что-то попробую последний раз, если не получится, вставлю так, давай. Я не понимаю, я уже сгорела. Все, это сейчас точно будет последняя попытка, я устала. Будет у нее кривое окрашивание, ну простите. Все, все, это лучшее, на что я способна. Отлично, я считаю, мы уже похожи, можно на этом закачивать. Ладно, я шучу. Теперь мы можем посмотреть рекламу, потому что в таких играх я их скачала просто несколько, я уже проверила, какая будет самая норм. Рекламы просто дохрена. И знаете, сколько стоит в основном, чтобы снять вот эту вот рекламу, типа, версия без рекламы? 750 рублей, 750 рублей, 750 рублей. Или смотри реально двухчасовой рекламу, потому что менее двухчасовой рекламы нельзя. Ладно, поехали, делаем макияж. И вот сейчас-то будет веселье, я надеюсь. У нашей чики собраны волосы, зачем было так стараться, я не знаю. Так, ну мы начнем с макияжа век, конечно же, начнем с макияжа век. Для начала мы сотрем то, что у тебя есть. Все, нахрен пошло. Все, сотрем. Можно ли стереть вообще все? Например, там, это стереть. Нет, это стереть нельзя. А это стереть можно? Нет, это стереть тоже нельзя. А это стереть можно? А нет, это тоже стереть нельзя. Может, помаду хотя бы сотрем? Можно стереть помаду? Ура! Нет, тоже нельзя. Или стирается, подождите. Стирается или не стирается? Нет, не стирается. Короче говоря, да, понятно. Это, ну, явно тоже не сотрется. Ок-ок-ок-ок-ок-ок-ок-ок-ок-ок-ок. Пробуем сделать макияж вега. Для начала давайте выберем что-нибудь более-менее прикольное. Более-менее прикольное. А, нанесение. Так, ну это розовый с сиреневым, в принципе, достаточно простой, ничего такого супраинтересного здесь нет. Посмотрим, что дальше. Просто сиреневый даже не буду трогать. Это что такое? Это какой-то непонятный, с штуками странными, но выглядит прикольно, так что, если что, можно на нем остановиться. Вон, с каким-то глиттерами. Это прикольный, кстати. О, ой, смотрите какой макияж. Вот это мы сейчас и сделаем. Не представляю, как я буду это делать, но именно такой макияж, я думаю, есть смысл повторять, потому что уж очень лютый какой-то. Ё-моё, я это себе сейчас сохраню. Начнем с этого и брови сразу только подберем. Брови, что у нас по бровям? Ну, брови пусть будут у нее серые, потому что за все остальное надо платить. Вот так вот выглядит прекрасный макияж глаз в игре Monster High, который я выбрала. Для этого мне будет нужно взять синие тени, голубые тени и синюю подводку. Тут вроде был хороший голубой, тут вроде был хороший голубой, тут вроде был неплохой синий, но я не помню. Пожалуй, я начну с бровей. Мне кажется, это будет самый сложный макияж из всех, что я делала когда-либо. Беру помадку для бровей и рисую себе, по сути, новую форму бровей. Треугольную, агрессивную и дерзкую. Одно лицо? Нет. Прикиньте, мне так понравится этот макияж, что так каждый день теперь буду ходить. Мало, конечно, вероятно, но пока мне нравится, что-то как выглядят мои брови. Даже то, что они такие темные, у меня что-то тоже начинает вкатывать, не знаю почему. Рич Бич. Ситуация брови, которые пугают, но выглядят прикольно. Теперь, когда нарисовали эти восхитительные, великолепные, шикарные брови, нужно сделать макияж. Я еще раз покажу вам, как выглядят эти глаза, чтобы просто понимали всю степень боли и отчаяния. Два синих оттенка, который прерывает желтый. Но тут по-любому нужна белая подложка. Или тупо самый светлый консилер всех, что у вас есть. В каком Монстер Хай вас научат таким вещам еще? Беру голубой и рисую. Теперь нужно покрыть просто основное веко тоже голубым цветом. И у нее это, очевидно, именно тот же самый цвет, что был и здесь. Поэтому просто беру плоскую на этот раз уже кисть, вот такую вот большую, и просто дублирую все на верхнем, на нижнем веке. При этом я хочу оставить здесь небольшой зазор, чтобы потом проще было с желтым работать. Весело получается. Это все теперь надо завести вместе с этой стороны. Желтый при этом остается. Теперь я думаю, что снова воспользуюсь консилером и сделаю что-то вроде кат криса. Только прям в самом этом кат крисе. Не уверена, что это вообще сработает, но мне кажется, должно быть прикольно. Замазать вот эту зону, не открывая глаз, и здесь же просто перепокрыть желтым. И у нее прям еще он вот сюда вот выходит, то есть желтый должен быть еще и здесь. Я даже придумала, как я сделаю. Сейчас возьму, нанесу сюда желтые тени, а потом на желтые тени я нанесу желтый карандаш. Так, блин, теперь мне нужен хороший желтый цвет, консилдреный, вот из этой вот, например, палетки. Главное, когда желтый с синим мешать, реально не залезть на синий, потому что если получается залезание, то будет тоже не синий, а зеленый. Так как желтый с синим при смешивании дает зеленый цвет. Ну, с голубым в том числе вот эта вот вся история, все синие, так сказать, оттенки, поэтому очень осторожно надо это делать. Так, теперь желтым вот здесь вот растушую немного. Тоже главное не вляпаться, но при этом, чтобы желтый был. И получается как-то так. На самом деле в зеркало смотрю, выглядит прикольно, надеюсь, что на камеру передалось. И теперь желтый карандашик. Знаете, мне хочется подвести желтый вот с этой вот стороны еще белым цветом, чтобы было более четко, понятно, что происходит. Как-то так получается пока что. Верхнюю границу не хочу подводить этим белым, потому что он уже, во-первых, вспачкался, а во-вторых, за счет того, что у меня достаточно глубоко здесь все посажено, этого не будет видно и будет выглядеть как грязь. Ну и нижняя века осталась, но здесь уже все просто, потому что здесь просто голубой. Зашибись, второй глаз осталось. Всего-то 20 минут на один глаз потратила, нормально вообще. На самом деле я никогда не понимала, почему в детских играх всегда какие-то суперкислотные цвета. Может быть, в этом есть какой-то смысл, потому что, ну, типа, правда, зачем настолько все кислотно делать? Посмотрите, какой косяк был сейчас только что. Я красила, когда недостаточно просушила, и поэтому у меня отпечатывался консилер на нижнем веке. Просто морское страшилище какое-то. Ну ладно, я закончила делать это со своими глазами, осталось нижнее веко, но тут совсем немного. И, в принципе, блин, макияж в глаз готов. Я не думаю, что там будет что-то еще такое лютое, по крайней мере, мне хочется в это верить. Somebody come get her, she dancing like a creeper. И вот что у меня получилось. Жесть, просто жесть, посмотрите. Мне кажется, сложнее макияжа я не делала. Он кажется достаточно изейшим, и какой-нибудь макияж типа такого, который я повторяла, он сложнее. Нет, ну нет, макияж век здесь сегодня оказался в разы сложнее просто за счет своего цвета. А теперь продолжаем играть в нашу замечательную игру и смотреть, что там как там. А, ну конечно, у нее еще подводка. Простите, я упустила подводку, потому что здесь очевидно, что здесь еще черная подводка. Ну ладно, это, наверное, будет самая приятная часть на сейчас. Ну да, со стрелкой поинтереснее выглядят. Вы знаете, если какой-то какой-нибудь ребенок в этом мире сможет сделать что-то подобное и повторить макияж из игры Monster Fight, то это будет не ребенок, а просто гений. Как-то так, мои глаза сейчас вытекнут, срочно нужен отдых. Так, осталось помаду выбрать. Так, что у нас есть? Синяя помада, супер. Есть оранжевая помада, идеально. Желтая помада, вот считаю, без желтой помады вообще никуда. И синяя помада, ну зашибись, но синяя прикольно, но нет. И красная помада, да, ура, красная помада, отлично. Именно красная помада, то, чего нам не хватало. Красная помада, спонсор этого видео. Где красная помада? Вот красная помада. Накрасим губы красной помадой. Отличное сочетание цветов. Отличное хватание ресниц. В голове только реклама. Что еще в этой игре для девочек можно сделать? Линзы. Ну, линзы вот, на тебе. Прекрасные, отличные линзы, я считаю. Я вот это че... Реклама! Посмотри рекламу, реклама, посмотри, обожаю рекламу. Скоро я начну любить рекламу. Да, 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 да. Слушайте, это реально просто выкачивание денег из родителей. Выкачивание денег из родителей. Я считаю, что это просто очень не круто. Это очень-очень тупо и не круто вообще. Вон, где-то охром будешь. Что ты тут за роки вошел в чат? Это что? Луна. Ну вот все, будет у тебя луна здесь. Нарисую луну и на этом мои полномочия все. Будет у меня лабуна Sailor Moon. Я считаю, что это луна, которую мы заслужили. Надеюсь, Sailor Moon мне не сильно завидует, потому что эта луна, она получилась потрясающей. Ладно, я эту потрясающую черную луну все-таки обведу подводкой, потому что слишком хорошо, чтобы быть правдой. Видите, до чего меня довела реклама? Да вот до такого состояния рисования луны. Считаю, прекрасная луна получилась. Может, у меня есть звезды, я не знаю, какие-нибудь дурацкие забить. О, есть звезды. Подождите, у нас будет нормально все. Все будет нормально. Я нашла звезды. Один в один, не иначе. Да, они же именно так там располагались. Зашибись. Во. Все. Все, ребята, это макияж лагуны Blue из детской игры. Я считаю, что получилось вообще одно практически лицо. Где она, где я, макияж в реальной жизни и все такое прочее. Только вот кожа у меня не голубая, но знаете ли, и так хорошо. И снова реклама. Ура! Наша баба готова. Посмотрим на нее. Вау, ну все просто. Я считаю, одно лицо. Накрасилась, так накрасилась. Квай, смотрите. Не знаю, что я делаю. Возможно, я пытаюсь позировать. Надеюсь, что это видео вам понравилось. Ставьте ваши лайки, лоисы, подписывайтесь на мой канал. И всем спасибо за просмотр. И всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok